Здарова народ! 18 ноября Эдвистед выкатил тестовый ивент под названием Modern Conflict, в котором в бою на просторах Туниса сошлись наши и американцы, но ивент не про Вторую мировую войну, нет. Ивент про современные события, и вооружены мы здесь относительно современными пушками. Вот, например, в этом режиме американцы вооружены натовской американской солянкой, Штейр и АУК австрийские, М4А1 американские, Скар-Л тоже американский и так далее. Наши же в этом ивенте вооружены всякой разной солянкой из калашей, АКМ, АК-103 с прицелом и АК-103 простой. Вот знаете, народ, что? Воевать с относительно современными пушками в Эдвистеде это кайф. Чего-таки, например, не скажешь про новый Genderfield 2042. И вот я поиграл в этот самый Genderfield, когда была открытая бета, немножечко понял, что явно эта игра на мой комп не пойдет, потому что у меня же видеокарта старая, у меня все уже 1070, она же там ориентирована на всякие RTX, UX и все такое. Ну, конечно же, игра только-только вышла, она не оптимизирована, нужно понять и простить и желательно заплатить там от 1500 гривен до 3500 гривен. Будешь, конечно, за 3000 гривен купить, а то бедные дайсы там и проголодаются, и сголодаются, а я там своих денег не получит. Вот. И, соответственно, разработка старой новой фуфы перенесется не на определенный срок. И вот вам парочку видосов из раннего доступа, который там за 5000, что ли, а? Так что, ребятки, дальше без комментариев. Мало? Вот больше. Да, и за это просят 5000 рублей. Отлично. Да, кстати говоря, самый авторитетный и самый непродажный игражур в Сиаруси уже высказался по поводу Баттлфилда. 10 из 10 он своих уже поставил, чемоданы получил. И, соответственно, всех тех, кто обтирает игру, то все плебсы, нижний интернет и все такое. Ну, вы меня поняли. И вот, знаете, поиграл я в открытую бету, поиграл я здесь, посмотрел видосы по раннему доступу. И знаете, что я вам скажу? Вот этот ивент, Modern Combo, намного лучше, чем Battlefield 2042. Просто по некоторым причинам. Вот смотрите, начиная примерно с 1942, когда там самая первая батла вышла, и заканчивая вот эти вот последними, у них механика нанесения повреждения по человечкам не поменялась. Она, блядь, как была 20 лет назад, так она и осталась. То есть, образа в той же самой копейке вы, например, стреляете со снайперской винтовки вражеского снайпера, и знаете что? Вы снимаете ему там 80% хп. Охрененно. А дальше он просто продолжает себе бегать, как ни в чем не бывал. То есть, чтобы сделать фракт, надо точно попасть ему в жбан. Проблема батлы номер 2. Баллистика и траектория полетов шариков. Вот знаете, в батле вот такое ощущение, что на танке, что, например, на снайпере или, там, на зенитке, когда ты стреляешь, то пульки летят, я не знаю, там, со скоростью метров 50 в секунду. Особенно жопа подгорает, когда ты стреляешь с зенитки какой-нибудь по самолету, который где-то там летает, там, 200-300 метров. А упреждение надо брать, как будто он летит, я не знаю, там, со скоростью 2 маха. Но да ладно, слишком много что-то про блату, давайте все-таки про инвесты. В этом ивенте вам дается под управление 4 отряда, 3 пехотных и 1 с танка. Честно, я бы хотел еще один авиационный, но, увы, его не завезли. По пехотным отрядам здесь у нас есть отряд с баротом, который вооружен самой крупнокалиберной снайперской винтовкой в игре и которой начхать на количество хп, она убивает всех с одного выстрела. Кстати, я на своем стриме, люди пробовали по танкам пострелять из этой снайперской винтовки, но, увы, танки она не пробивает. Зато любое попадание в любого пехотинца для него будет фатально. Кстати, забавно то, что и русские войска вооружены баротом и американские. Отряд номер 2 это хрестоматийные бойцы, один из этих вооружен автоматом с оптическим прицелом. Здесь это АК-103 с прицелом от Мусинки. Кстати говоря, забавно выглядит. Двое других бойцов вооружены уже обычными классическими автоматами Калашникова, по-моему, один из них АК-103, а другой уже АКМом. Инженер вооружен АКМом. У американцев же один боец вооружен АУГом с оптическим прицелом, два из них вооружены с Каром-Л. Вот такой вот ствол с диоптерическим прицелом. Кстати говоря, здесь диоптерический прицел работает намного, намного лучше, чем, например, на пушках второй мировой войны и классика американского пушка строения м4а1 кстати говоря м ко мне больше всех понравилось вот не знаю почему но вот что-то в ней есть штурмовой отряд один боец вооружен дробовиком спас 12 прямиком из half-life 2 и два из них вооружены пистолетом пулеметом юмпи 45 он кстати говоря как раз таки штурмовый отряд мне больше всех и не понравился просто по одной причине вот когда попадаешь дробовика в тушку противника и из него просто реально такой вот бенгальский огонь начинает разлетаться как будто на сварку смотришь вот честное слово потому что здесь же все бойцы вооружены бронежилетом и вот когда в дальнем бою это еще нормально но вот когда подходишь в ближнем бою это полная задница а вот что будет если убить дробовика в упор но для начала доктор вас предупредит еще раз только замедленно блин как будто реально на сварку посмотрел честное слово как раз таки это и есть недостаток гробовиков и вот когда я первый раз этот эффект увидел на вчерашнем стриме блин я реально чуть не ослеп честное слово кстати говоря еще штурмовики вооружены ппшками в данный момент это юмп 45 очень затягиваю удобная вещь единственный минус патронов маловато но и четвертый самый-самый отряд это танкисты у американцев это м1а1 абрамс у советов т-80 у разница между этими машинами в том что у т-80 125 миллиметровая пушка экипаж три человека составляет у абрамса 120 миллиметровая пушка экипаж составляет четыре человека ах да еще абрамс сдает назад намного быстрее чем т-80 ну и количество боеприпасов у т-80 44 снаряда то есть 22 бронебойных и 22 кумулятивных у абрамса 40 то есть по двадцаточки вот что самое вызывает дискомфорт это прицел наводчика точнее как он приближается и отдаляется знаете так вот торопиться не надо то есть он отдаляется неспешно и приближается тоже неспешно но и бороться с танками здесь стало ну как по мне немножечко проще что ли ну то есть как бы сказать вам 1 вы кидаете снаряд куда-нибудь там в казюник чтоб самое главное вырубить пушку автор им уже добиваете там но советские танки лопаются очень быстро вы им кидаете под боекомплект и все и танк сгорает кумулятивные снаряды здесь же играют роль фугасов но проблема в том что если вы кидаете кумулятив здание не всегда вы грохнете кого-нибудь там а вот если вы кидаете на открытую площадь то можно и 8 и 10 и 15 и как мы говорили на стриме и 20 фрагов сделать за один выстрел и вообще просто замечать на же т-80 немножечко отличается от своего американского собрата первую очередь советские танки не про военные то есть занимать какую-нибудь горочку чтобы оттуда вести огонь у вас не получится желательно воевать снизу вверх второе советский танк у ездить вперед немножечко быстрее но вот назад у него скорость ограничена 11 километров в час абрам сдает назад намного быстрее кстати говоря за количество снарядов я вам немножечко напиздил здесь 45 снарядов а не 44 и что самое прикольное что на т-80 можно вполне себе дрифтовать просто врубать какой-нибудь фонг на фоне и вперед а вот наши претендент абрамс тактика тундры работает и тут в первую очередь нужно вырубить ствол танку а уже потом добивать все остальное да кстати говоря если у тэшки боекомплект находится под башней там не автоматозаряжение все такое тот у абрамса боекомплект находится в башне потому что у него там специальные снега заряжающий который вам все это дело делает но вот зум здесь тоже самое как и на бронсе он еле-еле приближается еле-еле отдаляется блин реально состариться можно и вот что мне больше всего нравится что механика нанесения дамага по танку не такая как в батле то есть в батле она как была там 20 лет назад так она и осталась то есть стреляете просто по танчику и все и ждете пока у него количество хп закончится но здесь хотя бы немножечко до реализмусом то попахивает вот но для современных танков карты в тунисе ой какие тесные потому что на современных танках вы очень легко разгоняйте до скорости 50 60 километров час карты здесь по сути ограничено там скажем метров 300 на 300 вот как раз из-за этого здесь современным машинам и тесно вот так ну и небольшой мой именно фидбэк чего в этом ивенте не хватает в первую очередь кастомизации отрядов вот не хватало этого общего потому что я хочу например даже за свои кромные бронзовые заявки вооружить там солдат взрывчаткой кем этом там топовые подсумки всунуть потому что патронов капец как не хватает и все такое пусть даже в конце ивента эту взрывчатку подсумки мины заберут как бы мне не жалко мне ради фана второе что не хватало это фарма бронзовых карточек я конечно понимаю что режим развлекательные все такое но людей то в него очень очень много играет я бы и честно говоря бы и дальше играл если бы был бы тут фарм ну так я повеселился пофадился и пришлось дальше идти зарабатывать все свои крупные карточки в другие компании также чисто ради фана не хватало авиации я бы хотел попробовать полетать на реактивах здесь но в целом режим мне очень понравился хотелось бы побольше а что вы думаете по этому поводу допишите в комментариях может чем-нибудь там поставить вверх-вниз подписаться на канал это бесплатно и все такое с вами был гарик салабимов до новых встреч